Всем привет! С вами Юля. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я начинаю свою новую рубрику. Она будет под названием «Купить или не купить». Здесь я буду вам рассказывать о новинках в косметике и других вещах, которые я посчитаю интересными. И я буду давать вам свое мнение, надо ли на это тратить деньги свои или нет. Вот. И сегодня мы будем обсуждать вот такую вот палетку компании Maybelline, которую, наверное, все везде видели. Она называется The Nudes. Вот. И следующая будет у нас вот такая вот тушь, называется Miss Manga. И компания, по-моему, это L'Oreal. Да, это L'Oreal. И следующий продукт – это тушь Maybelline. Называется она Pumped Up Colossal Volume, то есть колоссальная длина. Вот. И давайте, наверное, начнем вот с этой палетки. Почему я ее купила? Потому что, во-первых, когда где-то месяц назад, да, перед каждым YouTube-видео, что вы не смотрели, была реклама. То есть все там бьюти-блогеры, они рекламировали вот эту вот палетку. Стоит она где-то 15 долларов. И, казалось бы, ну, на вид, да, это отличная палетка. В ней есть нюдовые цвета, есть шимберные цвета. И все великолепно. Вот. И с такой, в принципе, палеткой, да, можно сделать любой макияж. И если у вас нету других палеток, то вами этой хватит. Вот. То есть я ее купила, я принесла ее домой. Тогда мы были не дома, то есть и я попыталась ее краситься, и это было невозможно. Вот. И я подумала, как бы, ну, у меня, наверное, плохие кисточки. Приду домой, накрашусь своими кисточками. Вот. То есть проблема не в моих плохих кисточках. Проблема в том, что эти тени, они ужасны, если так можно сказать. Здесь есть буквально два цвета, которые нормально наносятся. Все остальные цвета, они вот... То есть видите, даже они в коробке такими какими-то кусками. Вот я взяла вот этот вот белый шиммерный цвет. Вот. Вот вы видите, да, то есть такие маленькие, как крошки, как муки или мела. Вот. Дальше у нас идет вот этот серый цвет. Вот. То есть на вид он тоже неплохой. Вот. И еще какие. Вот. Это единственный цвет, вот этот, который можно хорошо растушевать. И вот этот золотой. Все остальные цвета вы не можете нормально растушевать. То есть они между собой не мешаются, не переносятся. И даже если вы хотите использовать один какой-то цвет, допустим, вот этот, то нанести его равномерно на сухой глаз, кисточкой обычной, это что-то из области как бы невозможного. И чтобы это все показать вам, я вот... То есть у меня есть кисточка. Допустим, давайте возьмем вот этот вот серый цвет, да. Казалось бы, это идеальный цвет для того, чтобы заполнять вот это вот пространство. Я не забыла, как он называется. Короче, между глазами. Ну, не между глазами. Короче, вы поняли. Вот. И то есть берем, наносим на руку. И вроде как бы все нормально. Но если к нему добавить какой-то другой цвет и перемешать их вместе, вы видите, они, короче, полосками, кусками. Ну, и можно его тушевать, тушевать, тушевать. И оно что-то, да и получается на большой территории. Но если у вас, как бы, глаз-то он маленький, и ничего хорошего с этого не получается. То есть, да, я ее пользуюсь просто потому, что ее удобно с собой брать. И мне жалко ее выбросить, но я ее попользуюсь еще месяц, и я ее выброшу, потому что это ужас. И я считаю, что если бы мои были на они потратили столько денег на рекламу, они бы лучше немножко денег потратили на то, чтобы сделать тени, как качество теней лучше. То есть, если вы, как бы, молодая девочка или женщина, и вы только начинаете скраситься, вот это не для вас. Вы будете мучиться, мучиться, мучиться очень сильно. То есть, я считаю, что это ни в коем случае нельзя покупать. Это ужас. Вот. Дальше. Следующая у нас вот такая вот маскара. Маскара – это тушь. Название «Месс Мэнго». И что она делает? Она делает, все мы знаем, да, характеров, не характеров, героев мультиков «Манго». То есть, у них у всех такие большие склеенные немножко ресницы. И чем эта тушь хорошая? Видите, у нее такая вот кисточка. Хотя некоторым это не нравится. Мне это очень нравится. Вот. И кисточка довольно большая, и она на самом деле хорошо склеивает и удлиняет, и делает ресницы такими пышными. То есть, если вы любите, чтобы реснички были одна за одной, возле другой, хорошо раздельно – это тушь не для вас. Но если вы любите просто огромные ресницы, это идеальная тушь. Я очень довольна, что я ее купила. И на вечер она идеальна. Днем даже для меня это может быть немножко too much, слишком. Но в один слой идеально. А ночью, если вы сделаете два или три слоя, у вас будут шикарные ресницы. Вот. Но опять же, не забывайте, она немножко склеивает ресницы. Но как бы это то, что ожидается от нее, судя по ее названию. Но я даю этой туши пять с плюсом. Она не осыпается. Короче, идеальная тушь. Вот. То есть, этой, я считаю, надо купить. Следующая. Тушь от Maybelline. Называется Pumped Up Colossal Volume Express. Я только сейчас заметила, у меня она водостойка. Я вообще не люблю водостойкие туши. Но суть не в этом. То есть, кисточка выглядит вот так вот. Казалось бы, все должно быть хорошо. Эта тушь, она не красит ресницы. Она идеально красит ресницы, как бы, вдоль линии роста ресниц. Но пока вы доводите, как бы, этой щеткой до конца ресниц, тушь уже заканчивается. То есть, у вас накрашенные ресницы, как бы, в начале их, а до конца уже туши не хватает. И вы можете ставить 5, 6, 7, сколько вам надо layers. Это, то есть, уровни, не уровни, а, короче. Красите 5, 6, 7 раз. И в итоге у вас все равно будет, внизу ресницы будут накрашены, а до кончика ресниц она не доходит. То есть, я считаю, что эта тушь, она не делает то, что они обещают. Они вам обещают колоссальный объем. И да, у вас хороший объем у линии роста ресниц, но что дальше. То есть, я считаю, что это трата денег и трата времени. То есть, не советую. Вот, огромное спасибо. Надеюсь, вам понравился такой короткий обзор и такая рубрика. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Все, всех целую, пока.